ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА 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 того, собственно, что мы заслужили, вернее, правильно так сказать. Но за это, конечно, огромное спасибо публике. Я до сих пор благодарна и люблю всех наших фанатов, и просто поклонников. Но вот действительно произошло это после «Песни не плачь». Был такой момент в жизни, когда вы проснулись и поняли, все, я популярна? Нет, нет. Я могу сказать, что мы поехали в 93-м году осенью на Дальний Восток, на гастроли. И когда там просто огромное было количество народа на концертах, и такой интерес, и со стороны пресса как-то был. И я тогда, помню, сижу в гримерке, и думаю, если мы пролетели, ну, не 10 тысяч, чуть меньше километров, через всю страну, и такой вот к нам, не знаю, такой интерес, думаю, наверное, все-таки мы действительно популярны. Это я даже в 93-м году еще, в общем, не понимала, и поэтому такого, что проснулась, и, так сказать, я знаменитая, и все это все достигла, до сих пор у меня этого нет. До сих пор я еще в чем-то сомневаюсь, и слава богу. Мне кажется, что благодаря вот этим сомнениям каким-то внутренним, я не потеряла вот той какой-то юношеской еще, не знаю, десятилетней давности, такой какой-то искры, может быть. Готовясь к этой программе, я и читая о вас материалы, и рецензии, и отзывы, я сделала вывод, что для такой многолетней, такого уровня популярности вы ведете достаточно замкнутый образ жизни. Это отзывы прессы или это действительно так? Нет, на самом деле так. Я не очень, честно скажу, как бы мне не лобеду будет сказано, вам не очень люблю сниматься на телевидении. Интервью даю, но только поскольку это является частью моей профессии, и от этого никуда не деться. И сейчас вот выход нового альбома сопровождается каким-то промоушным, на каких-то передачах телевизионных и каких-то изданиях периодических. И я как стараюсь, отбиваюсь. Но уже девушка, которая занимается непосредственно пиаром нашим, из Реала, Света Грюш, она уже меня раскусила, и она уже так просто... Не то, что говорит, Аня, вот там завтра съемка такая, она уже говорит, надо. Обязательно может договориться, отказываться нельзя. Потому что она знает, что у меня на все какие-то отговорки свои. Не знаю почему, это, конечно, неправильно, на самом деле, для артиста. Вот, ну, что-то как-то... Я выбиваюсь, наверное, из общего, так сказать, из общей плеяды артистов в этом вопросе. И тем не менее, вот не участие в таких тусовочных мероприятиях, да. Какое-то отсутствие каких-то околозвездных скандалов, да. И тем не менее популярность – это все равно слухи. Слухи причем совершенно разного рода, вплоть до того, что на машине въехали в пруд к предпринимателю, и причем вытаскивали вас оттуда. Рабочие, Татьяна, не умеет плавать. Мне-то самое было обидное, что я плаваю вообще как рыба в воде. Я обожаю нырять, и как бы все это... Все, что с этим связано, с водными всякими процедурами, аттракционами. И мне так было обидно, что там написано, что я не умею плавать, меня спасли. Я думаю, ну, все это остальное, ладно, бог всем там, можно понять. Но вот это такая вопиющая неправда была. Вообще, это даже не слух, это какая-то просто, ну, какая-то, не знаю, выдумка, сказка. То есть слухи, они все-таки рождаются как-то... Там что-то было похожее, хотя бы даже отдаленно где-то, и вот это все обрастает. А тут просто кто-то взял, выдумал и написал. Ну, а о том, что вам был подарен вертолет, о том, что Лужковым была подарена квартира... Это тоже обидно очень. Это замечательные вообще такие вещи. Если бы это было правдой, нет, к сожалению. Ну, а есть какой-то вот такой слух или сплетня, или, опять же, там, упоминание какой-то желтой прессы, которое вам особенно запомнилось? Да, в принципе, наверное, любая выдумка, она и всегда интересна, забавна, даже, может, по прошествии какого-то времени, потому что даже если я читаю что-то о себе такое совершенно невообразимое и, может быть, не всегда приятное, это неприятно бывает только первые какие-то моменты, а потом все равно с каким-то таким, не знаю, чувством, не знаю, вспоминается, ну, не знаю, ироник какой-то, что ли, на самом-собой. Такого, чтобы что-то вот конкретно, очень страшные были слухи такие, лет, наверное, 6 назад, там, что я повесилась, потом еще там что-то такое связанное, в общем, с ребенком. Все это, конечно, неприятно. Но все равно сейчас, я вспоминаю, забавно как-то. Почему, кто это придумывает, откуда? Ну, не знаю. Есть такой известный, но, может быть, не очень честный прием пиара, но, тем не менее, он имеет место быть. Распространение слухов под людьми окружения звезды. В целях поднятия ее популярности. Я понимаю. Нет, у вас такое окружение совершенно замечательное, и все музыканты, там, кто-то, может быть, там, не знаю, менее профессиональный, зато более профессиональный, кто-то там человек сложный, человек легкий, но никто не занимается вот этим, вот, я вообще, в принципе, не люблю вот этих интриг, и стараюсь, если чувствую, что вот человек, который со мной работает, как-то вот этим грешит, лучше не общаться вообще, потому что, если интриги даже, как бы, в мою пользу стараются какие-то там плестись, я знаю, что пройдет какое-то время, человек этот против меня эти интриги будет плести, потому что у него эти интриги заложены уже в голове. Вот, я стараюсь ограничить себя абсолютно в общении с такими людьми, поэтому у нас из окружения, нет, у нас из окружения – это группа «Летний сад», я могу поименно перечислить, это, ну, во-первых, Коля Таглин, человек, который вообще придумал группу, придумал такую замечательную вообще идею, к нему пришла в голову создать такой коллектив, собрать. Продюсер наш, он же, продюсер всех альбомов, начиная с первого и заканчивая последним, надеюсь, не последним, а заключительным, как бы, даже не правильно сказать, просто в артистах не говорят «последний», нет такого слова вообще. Вот, это Николай Каблуков, который является гитаристом, он играл в группе «Форум» еще с Витей Салтыковым, питерский гитарист. Это Игорь Красавин, клавишник, это Миша Никифоров, барабанщик, это Олег Попков, клавишник и композитор, который написал песню «Мой сон», «Лето, зима», «Золотая пора» и много-много других еще замечательных песен. Это наши два танцора, это Игорь Кричевский и Дима Берегули. Вот, как бы, группа «Летний сад», я не представляю, чтобы они там занимались какими-то интригами, даже, честно говоря, смешно это все, как-то об этом думать. Наверное, просто я не общаюсь с такими людьми, хотя, в принципе, наверное, для поднятия, так сказать, там, не знаю, собственного имиджа, или, как правильно сказать, рейтинга, вернее, было бы правильно что-то такое придумать. Но я как-то к этому отношусь. Не так, наверное, как, в общем, артист шоу-бизнес должен относиться. Ну, хорошо. Вот сейчас мы поговорили о вашем таком ближнем круге общения. А вот певица-артистка Татьяна Буланова как-то определяет свою зрительскую аудиторию, слушательскую аудиторию? Кто они? Кто эти люди? Нет. Не могу сказать, что это подростки 15 лет, или это уже такие взрослые люди. Там даже, может быть, кому-то за 40, кому-то за 50. Нет, такого нет. Потому что на концертах я вижу и людей, и такого возраста, и такого. И даже в клубах, когда мы выступаем, там все-таки более молодежная публика, я вижу иногда, в общем-то, таких достаточно солидных людей в галстуках. Вот они танцуют, отплясывают. Это очень приятно на самом деле. И, честно признаюсь, мне в клубах больше даже нравится выступать, потому что там более демократичная атмосфера такая, более раскованная, более эмоциональная. Но хотя концерты тоже, они по-своему хороши. Ну, опять же, наверное, потому что у меня нет вот этого такого вот какого-то взгляда на свою профессию, что это должно быть недосягаемое, такое пафосное, звездное. Поэтому концерты мне нравятся меньше. Но тем не менее, все равно, конечно, нравится. Я, в принципе, вообще люблю свою работу. Вот продолжая разговор о концертах и выступлениях, я помню, был такой момент, на вас обижались жители вашего родного города Санкт-Петербурга, что вы там выступаете гораздо меньше, чем в Москве. Вот, на мой взгляд, сейчас какая-то обратная ситуация. Жители Москвы и, в частности, Подмосковью начали обижаться, что вы как-то не уделяете им внимания. Так это? Ну, во-первых... И почему, если так? Во-первых, если говорить о больших концертных площадках, я, честно скажу, сознательно их игнорирую. У нас было несколько концертов в Театре эстрады в Москве и несколько концертов в Зале Россия, тоже в Москве. И всего, вот сольных концертов всего два, в Октябрьском, в Питере. Я, опять же, вот, как бы такие большие крупные города, хотя Питер я, конечно, люблю безумно вообще, я фанатка города своего, и Москву я полюбила, потому что это, я считаю, мой второй дом. Но я считаю, что в таких больших городах как-то не столько вот концерт просто, как отдача, там, обмен, вернее, энергии, энергетикой происходит, сколько приходят там какие-то журналисты, кто-то еще что-то, вот, посмотреть о грехе какие-то. И меня это сбивает ужасно, и я поэтому стараюсь как-то вот избегать, хотя много было предложений непосредственно, вот, сделать концерт именно на таких площадках, в общем, престижных, наверное. Таня, если можно открыть профессиональный, внутренний такой профессиональный секрет, как происходит концерт певицы Татьяны Булановой? То есть, это исполнение под минус, это полностью живое исполнение, это фонограмма, или отчасти то, отчасти второе, отчасти третье? Ну, я могу сказать, что, честно признаюсь, есть песни некоторые, в которых мы используем минусовую фонограмму, потому что там, ну, такое количество инструментов, что, честно говоря, нам просто нет возможности, там, не знаю, чтобы стоял человек 7-8 на сцене. Вот у нас просто музыкантов стольких нет, поэтому, как бы, инструментальную фонограмму мы в каких-то используем песнях, вот, танцевальных фонограмм, конечно. А так, в основном, это живое исполнение, абсолютно живое. То есть, голос всегда живой? Ну, голос, конечно, я вам могу сказать, что даже скучно просто по фонограмму работать, мне интересно. Хотя, иногда бывают такие аппараты, выставляют, что лучше бы по фонограмму выступать, но, как бы, это уже отдельный разговор. Вот. А так, в основном, не в основном, а, как бы, живое исполнение. У нас все ребята играющие, играющие замечательно. И даже раньше у нас, нам потребовалось, как минимум, двухчасовая настройка перед концертом. Сейчас мы уже по привычке приезжаем за два часа, но настраиваемся там буквально минут за сорок, потому что уже настолько слажено все. Да и песню уже там, одну не плачь, уже 10 лет уже, ее можно, как бы, не отстраивать. Так, только немножко по звуку, по балансу. Может быть, еще один профессиональный секрет, а, может быть, это как раз к секретам профессии не относится. Часто бывает так, что на ваших концертах, я уже не говорю о телевизионных клипах, на экране появляются слезы. Вот при таком обильном концертном графике, графике выступлений, не превращаются ли некоторые номера, некоторые песни уже в станочно-машинное производство? И если да, то каким образом вновь возникают эмоции? Могу сказать, что все абсолютно правильно, так сказать, заметили, что все на эмоциях, и если, я не всегда плачу. Очень часто бывает, и очень, и на концертах, и я не знаю, от чего это зависит. Бывает, что такая эмоциональная атмосфера в зале, что даже вроде бы как-то и настроение у меня не такое, не грустное, то есть не настроено на слезы. Но вот переполнение вот этих эмоций, и вот хочется плакать. Вот, поэтому сказать, бывает, конечно, бывают какие-то концерты, даже не концерты, а просто некоторые именно песни механические, но, как правило, вот потому что не сглазит, а все люди суверны, как правило, все равно где-то в начале, может быть, так немножко, так, неостороженно, я к публике отношусь, к публике ко мне, но проходит, ну, треть, наверное, концерта, уже на второй половине концерта эмоции все равно захлестывают. И это здорово. Если бы так не было, то, наверное, я думаю, закончили и я, и ребята закончили с гастрольной деятельностью, потому что было бы очень сложно. Механически это, в принципе, невозможно. Профессия артиста на вся на эмоциях построена, по-другому нельзя просто. В одном из своих интервью вы сказали о том, что у вас много песен, ну, так или иначе, автобиографичны. А насколько я понимаю, все-таки основная тема песен, ну, если не основная, то очень много песен, это вот покинута, там, окончившаяся любовь, о несчастной любви. А, в общем-то, в жизни вроде как и совсем не так. Вот насколько это? Вы знаете, по-всякому бывает. Я, как каждый нормальный человек, нормальная женщина, живущая в России, испытываю всяческие трудности, личные в том числе, бывало. Вот, у меня был достаточно сложный период в жизни. Но я не буду о нем говорить подробно. А что касается автобиографичности, нет, я могу сказать, что конкретно вот автобиография, что вот там, как рассказа, такого почти не было, там, за исключением двух-трех песен. Ну, вот о каких песнях идет речь? Ну, я могу сказать, что, например, такая песня была «Измена», например. Вот она непосредственно коснулась такой личной стороны вернее, стороны моей личной жизни. Вот, «Измена». Потом песня была колыбельная, но она отчасти, как бы, не дословно, но отчасти она вот совпадала с моим внутренним миром. Вот на тот момент, когда эта песня была написана. Вот. Ну, еще я просто сейчас не вспомню, на самом деле уже 13 альбомов вышло, и просто все уже, как бы, не все, вернее, держится в голове. Но я могу сказать, что песни в основном, как бы, я под себе выбираю, что ли, отбираю, подбираю. И по принципу, может быть, не автобиографически, но я бы, как бы так правильно выразиться, согласна с героиней песен этих, и если бы в моей жизни была такая ситуация, я бы поступила точно так же. А вы получаете от своих поклонников и поклонниц письма? Да. В основном, конечно, на концертах, потому что, как бы, я живу не там, где прописано, если вы правильно сказаете, в принципе, не так легко найти, но хотя все равно, конечно, находит. Что пишут? Иногда даже приходят такие, там, Россия, певица Буланова, я вообще не знаю, каким образом можно, вот, в связи, да, ходят. Всенародная популярность? Да, с Украины вот такие частенько, в общем, потому что в России, как бы. Пишут, ну, разное. В основном, конечно, признание, вот, как бы, ну, не то, что при личном, как женщине, а как артистке, благодарность тут. Ну, в принципе, ничего такого нового, я думаю, что было бы странно, если бы писали что-то такое конкретное, там, не знаю. Редко с просьбами обращаются, но если бы обращались, все равно я физически не в состоянии помочь, к сожалению. А вот что-то такое запомнившееся, отложившееся? Ну, нет, наверное, такого вот... Сразу на вститку тяжело. Тяжело сказать. Ну, в основном, это, в общем, приятные такие письма. В основном их читает мама, потому что у меня даже нет времени. И, кстати, она что-то там, ну, как сказать, не то, что понравится, западет. Я иногда, бывает, читаю, что западет душа. Я редко, правда, ну, бывает, пишу ответ. Ну, как это не ответ, а там автограф просто. Ну, так же слова, вот, ответные признательности, благодарности. Задают поклонницы и поклонники вопрос, допустим, как вам удается так выглядеть? Потому что вот на начальных этапах творчества, да, вот, и до последнего момента я смотрю, все худее, 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 худее. Худее, да. Вот куда дальше-то? Ну, никакого секрета нет, уже просто меньше есть, и все. Больше двигаться на самом деле. Там, не ужинать, стараться. И если у вас, ну, у нас, в принципе, такая работа достаточно энергичная, вот, и калорий за концерт уходит много, но если, допустим, даже нет концерта, то придумайте себе какой-то поход, например, там, не знаю, какой-нибудь там магазин за молоком обезжирить, или еще что-то такое. Главное не сидеть дома, не сидеть на месте, а стараться вести активный образ жизни. Потому что я в спортзал не хожу, к сожалению. А вот так просто за счет того, что меньше есть, и все. То есть есть какие-то конкретные изнуряющие диеты у актрисы, у певицы Татьяны Булановой? Нет, ну, она не то, что изнуряющая, она поначалу очень сложная, а потом привыкаешь. Я уже три года придерживаюсь такого графика питания, я просто не ем после шести вечера, и все. Но до шести вечера я могу себе позволить шоколадку, я очень люблю пирожное с такой, трубочкой с отбитым кремом. Могу съесть даже две штуки сразу. Но потом, как бы, знаю, что я сейчас себе позволила такую достаточно калорийную еду, я что-то себе придумываю там, опять же, какую-то прогулку пешком или по лестнице пешком туда-сюда пробегать. Больше двигайтесь и не ешьте после шести. Совет от Татьяны Булановой. Кстати говоря, этот совет я уже чуть ранее проверяла на себе, это достаточно старый театральный прием, надо сказать, он работает и очень хорошо помогает. Так что, дорогие женщины, берите на вооружение. У вас семья не театральная, но в то же время не профессиональная, но музыкальная. И ваша работа – это продолжение семейных традиций? Или как вот пришел этот выбор? Многие звезды наши говорят, вот я как родилась, вот я сразу поняла, что я хочу стать певицей. Нет, я вообще не хотела быть певицей, я мечтала быть актрисой. Я даже сейчас, как сейчас помню, такое вот, по себе такое, ну не то, что видение, но мечта, можно сказать, что такой полумрак, театр, и так много-много-много лиц сидит, почему-то вот такой полукругом. Мечта и сбылась, как практически в цирке. У нас все это происходит. И я просто вот, вот этот обмен энергии от публики мне и от меня к публике. Почему? Я не знаю. Я в театр, в принципе, даже не ходила в юности и в детстве. Почему именно театр? Я сама не могу понять. У меня такое впечатление, что иногда бывает, приходит такая мысль на ум, что я являюсь прудником каким-то, что иногда даже бывает, подхожу когда-то к микрофону, записываю песню, я не понимаю, о чем я пою. Но вот я не буду называть песни такие, до сих пор они есть в репертуаре. Я в принципе не могу понять, о чем эта песня. Но вот всем понятно, всем нравится, это так здорово на самом деле. И мне так даже кажется, что это, наверное, не я выбрала, а меня выбрали, чтобы я что-то такое донесла. Кстати, вот вы сейчас говорили, не всегда понимаю, о чем пою. Вы знаете, я вспомнила вашу песню из репертуара Эдит Пиаф, насколько я помню. Это была песня на французском языке. И вы знаете, вот у меня, когда я смотрела эту песню, давно это было достаточно давно, это было задолго до того, как я узнала о нашей сегодняшней встрече, вы знаете, у меня не шевельнулась мысль о том, что как-то вот присутствует незнание французского языка или незнание содержания. А вот действительно, готовясь к программе, я увидела, так сказать, ваши отзывы о том, что действительно содержание было неизвестно, кроме того, как песня о любви. Это, знаете, на самом деле так было ужасно, но обычно как-то, когда русский текст, ну, хоть что-то как-то, мысли как-то в глазах. А тут, кстати, передо мной поставили камеру, я просто какую-то тарабарщину несу. Ну, одно дело, там можно как бы не догадываться о каком-то глубоком смысле песни, другое дело, когда вообще просто вот, просто тарабар, и вообще ничего не понимаешь, что это такое. Я допытывалась у многих, я говорю, объясните мне, о чем песня вообще. Все говорят, о любви. Ну, я понят, что о любви, но что конкретно. И, короче говоря, вот я не знаю, так опять же получилось, не знаю, почему так. Как-то я там, кто-то мне сказал, что вот киба это бросать, вот я там в конце киба, вот это вот. Что бросать, я так и не поняла. Потом кто, в общем, Олег Гусев, который снимал всю эту историю, он как-то попытался, вроде бы что-то, что это вот, какие-то воспоминания, вот какие-то воспоминания. Ну, конкретно, я так все-таки не поняла, о чем я пела. Ну, получилось, в принципе, вроде бы, достоверно. Но только зрители-то прониклись, я почему задала этот вопрос? Это да, это как бы еще говорит, еще раз подтверждает то, что я, наверное, просто вот как проводник, просто через меня это проходит, для того, чтобы как-то вот, до кого-то, чтобы вот дошло, или там кого-то, чтобы задело, это как-то не знаю. Значит, это нужно. Вы говорили сейчас о том, что вы хотели стать актрисой, но ведь, я так понимаю, не совсем ваша мечта не осуществилась. Я не говорю о многочисленных съемках в телепередачах, но ведь есть еще и кинофильмы, в которых вы снимались, и китайский сервиз. Нет, китайский не снимался, мне только предложили. Простите, да, предлагали. Два фильма было, от которых вы в конечном итоге отказались. И тем не менее, в «Ментах» вы ведь снимались. Ну, «Ментах» это, я считаю, не интересно, вернее, очень интересно, но несерьезно, правильно сказать, потому что я играла, во-первых, саму себе, даже не то, что же играла, я просто изображала саму себя. Это очень легко, на самом деле. Никакой не стояла задачи актерское перевоплощение. Просто я говорила текст, который там написали. А что касается, кстати, китайского сервиза, да, и еще был второй фильм с таким сложным названием «Тело будет предано земле, а Старше Мичман будет петь». Причем я когда узнала, что мою роль сыграла Ленали Бимбам, когда я узнала, что это вот тот фильм, я аж подпрыгнула, это мне тоже предлагали. Но я сознательно отказалась, потому что я не очень уверена в том, что мне есть дар вот этот именно актерский. Вот перевоплощение конкретно в драматической роли. Хотя, может быть, не знаю, может, я ошибаюсь. В принципе, она очень просто требовательный человек. Но неужели роль в китайском сервизе, который сыграл в конечном итоге Самохина, не жалко? Нет, я считаю, что она, во-первых, она актриса профессиональная, она уже, ну, профессионализм, это даже есть талант, нет таланта, это все равно он как бы выведет. У меня, я не уверена, есть ли талант, но профессионализма актерского точно нет. И, там, не знаю, как вот говорила Раневская, что сняться в плохом фильме, или плохо, вернее, я не помню так дословно, сыграть это в кино, как бы, то означает нагадить вечность. Вот, разносильно, как бы, вот эти понятия, два, плохая игра в плохом фильме, ну, в смысле, не плохого, плохая игра конкретная. Но почему мы говорим сразу о том, что эта игра должна была быть плохой? Я не знаю, я вот почему-то не была уверена, что я справлюсь. Я просто честно скажу, испугалась. Да я вас слушаю, и думаю, как-то, как-то что-то в этом процессе не стыкуется. У человека такой популярности, такого уровня известности и профессионализма, эстрадного профессионализма, вдруг такая неуверенность, это настолько редко встречается. У меня, или, или это обманчивое впечатление? Нет, на самом деле, я человек неуверенный, ну, как неуверенный, в принципе, я не могу сказать, что я такая совершенно метущаяся, не знаю, там, там, вправо-влево, но, даже неправильно сказать, я сомневаюсь сейчас все время, вот, правильно ли то, что я делаю, вообще, нужно ли это, но, тем менее, все равно делаю. Я вообще, под знаку гороскопа рыбы, произвела по знакам рыб, там, две рыбки, как известно, одна, там, в одну сторону, смотри, другая, в другую. И вот, видимо, та, которую неуверенность мне придает, это вот одна рыбка, но которая все-таки все равно такой дает какую-то настойчивость, в принципе, я человек такой достаточно упрямый, тут нам другая рыбка, и вот баланс, видимо, вот этих двух животных, или, как я не скажу. Как же в таком случае, вечно сомневающаяся Татьяна Быланова, все-таки решилась исполнить уже ставшую популярной песню Пугачевой? И тут она вторая рыбка меня подтолкнула. Ну, на самом деле, там тоже было все гораздо проще и легче, и, в принципе, там, как сказать, имело место быть даже ошибка, потому что это, в общем, делали все, все записывали такие старые песни, и, в общем, это была такая своего рода игра, своего рода кино, такое, это не то, что я взяла и сказала, что я сейчас исполню, все упадут. А я как бы, ну, исполнила, исполнила, получилось, не получилось, неважно. Там, в общем-то, не все песни были удачные, на мой взгляд, и не у всех получалось, может быть. Ну, конечно, у многих очень хорошо получилось. А вот у Аллы Борисовны была какая-нибудь реакция на ваше исполнение? Я думаю, что была. Я единственное могу сказать, что вот вышел потом сборник, буквально недавно всех три песни, три компакта старые песни о главном, и четвертый паскриптум. И вот в третьем песни «Не отрекаются любя» не оказалось. Я думаю, что это одна из реакций. Ну, тут, в общем, как бы не мне судить, на самом деле. Есть, конечно, такие непререкаемые уже авторитеты по популярности на нашей эстраде. И все-таки, каковы они для вас? Кто звезды для вас? Звезды? Ну, я могу сказать, что та вот, в принципе, вся старшая плеяда артистов, обойма, как это еще говорят. Это Алла Пугачева, София Ротару, Валерий Леонтьев. В принципе, те люди, которые не устают, я, кстати, восхищаюсь Валерием Леонтьевым, который отметил юбилей свой такой значительный, а при этом выглядит совершенно как, не знаю, так же, как, например, Филипп Киркоров, даже иногда лучше. Я восхищаюсь такими людьми, то есть, вот его какой-то такой неустанности, неутомимости. Главное, не обрасти вот этими вот эпитетами, там, не знаю, званиями, солидностью, вот такой вот, пафосом. Это ужасно, мне кажется, артист сразу погибает. Когда есть вот эта вот, какая-то живая такая нотка внутри, вот, не знаю, по-моему, это здорово. Как бы вы могли определить жанр, музыкальный жанр, музыкальное творчество, вот, в котором вы работаете? У вас есть для него какое-либо определение? Ну, это, наверное, все-таки популярная музыка. Я задала немножко, я задала, создавшись честно, немножко провокационный вопрос, потому что, на мой взгляд, ваш голос настолько универсален, который мог бы быть и в роке, и в джазе, и в жанре романса, то есть, настолько диапазон широкий, и все-таки, почему именно поп? Потому что, вот, были же предложения, да, совместных проектов, и с Шевчуком, насколько я помню, ведь эти, с 95-го года эти разговоры идут, в 98-м все это возобновилось. Да, не совсем с Шевчуком, там, как бы, просто действительно было такое предложение, чтобы я спела известные рок-баллады наших групп, российских рок-групп. Ну, там, к сожалению, все это выперлось, какие-то там, финансы, что-то там, какого-то договора, в общем, решили, что это, как бы, отложилось на неопределенное время. Ну, не знаю, видимо, так вот сложилось. Хотя, сейчас, честно говоря, раньше мне больше урок нравился, сейчас я считаю, что рок-музыка превратилась в популярную музыку, просто за какими-то умными, мудреными текстами, претензии на какую-то вот глубину, и, может быть, более тяжелые какие-то аранжировки. Но, в принципе, к сожалению, это все, опять же, превращается постепенно в папсу. Это ужасно, на самом деле. Вообще, мне кажется, в нашей стране рок-музыка, когда был андеграунд, кино и там, ну, ДДТ, это было по-настоящему, рок-как-то, это было интересно. Может быть, потому что это было все немножко запрещено, и вот когда, как-то вот, по чуть-чуть все это выдавалось, было здорово. А сейчас, в принципе, это все встало на коммерческую основу. В принципе, это та же популярная музыка, как бы, народная. В общем, ничего в этом плохого наверное нет, но вот мне сейчас на сегодняшний день больше нравится, честно говоря, танцевальная музыка такая развлекательная. По поводу танцевальной и развлекательной музыки, ну, это тоже свой жанр, и ничто не стоит на месте. Вот ваш последний проект, насколько я понимаю, с диджеем Цветковым, он сделан. Это такая афера даже была немножко. Вообще, на самом деле, там было очень много народу, в этом принимали участие, но раскручивали только одно имя. Вот. Ну, такая была договоренность, в общем, мы ее выполнили. Та программа, которая существует сейчас, которую увидят жители Подмосковья, какая она? Там собраны все песни, наиболее популярные, как нам кажется. Ну, конечно, не все, потому что все невозможно исполнить, просто физически, как бы, для нас. А в основном, наиболее известные, наиболее популярные, хотя вот вчера был концерт, и девушка подошла, говорит, почему вы не исполнили самую любимую песню «Странная встреча»? Я, честно говоря, вообще ее немножко стала забывать, мы ее давно уже не исполняли. Но опять же, еще раз повторюсь, у нас уже вышло 13 альбомов, и там в каждом по 10-12 песен. Я просто, я недавно нашла какую-то запись и слушала совершенно, как вообще новую какую-то, вообще не помню эту песню. Оказывается, она была, даже, помню, чуть ли не я ее написала. Все это интересно достаточно. Ну, я могу сказать, что начало будет такой немножечко, ну, не знаю, как правильно сказать, может быть, камерное, такое спокойное, а под конец будет, ну, даже не под конец, а больше половины всяких концертов будет такой танцевальный. И, вы знаете, мне такие песни как-то не странно, легче исполнять с танцами. Вот, какой-то такой, получается, внутренний задор, внутренняя энергия выплескивается. Здорово. Хорошо. В таком случае мы не будем раскрывать всех секретов, что будет на концертах в Подмосковье. Конечно, лучше прийти и все увидеть своими глазами. Время нашей программы неумолимо, просто неумолимо подходит к концу, поэтому я хочу задать буквально несколько таких коротких вопросов, на которые я хотела бы получить сокращенный ответ. Стараюсь. концерт, который вы посмотрели с удовольствием в последнее время, не ваш, чужой концерт. Вообще, я не была давно уже на каких-то выступлениях, к сожалению, если из последних, так говорите, правда, это было почти год назад, как это ни странно, это было в клубе, и как это ни странно, такая совершенно, ну, дурацкая, в принципе, группа, которая называется Эйфил 65, Эйфил 65, легче так сказать, но настолько какая-то атмосфера была такая, как будто мы этого солиста уже знаем сто лет, и, в общем, ну, не знаю, было здорово, весело, я, честно говоря, не ожидала, но мне очень понравилось. Ваша любимая книга? Ну, на самом деле, это не одна, мне очень нравится Булгаков практически все, очень нравится Сергей Довлатов, очень нравится Михаил Веллер, вот, ну, как бы, может быть, что-то упустило, ну, это, пожалуй, три автора, которых всегда можно почитать себе в удовольствие. Есть ли в вашей жизни что-то, о чем вы жалеете, что этого не сделали? Я стараюсь не допускать таких ошибок, но, наверное, что-то есть, но, видимо, я сразу об этом забываю, потому что, в принципе, жалеть, никогда не надо жалеть, я, по-моему, какая-то женщина одна, такая, в общем, пожилая, сказала такую фразу, никогда не жалеть о том, в общем, ничего уже никогда не вернешь. Это, в общем, очень мудро и правильно, не надо вообще никогда жалеть, это только во вред себе всегда. Татьяна, вы счастливый человек? Я вообще боюсь такого понятия, вот этого счастья. Во-первых, оно очень мимолетное и, наверное, связано с достижением каких-то задумок, целей, мечтаний, желаний. А, как правило, любое достижение, если оно достигнуто, то заканчивается и наступает следующая стадия. Поэтому счастье это такое, наверное, понятие, к которому нужно всегда стремиться. Вот я стремлюсь к нему. Есть ли в вашей жизни что-то, ради чего вы бы пожертвовали или жертвуете всем остальным? Наверное, нет. Пока не было, слава Богу, надеюсь, что не будет. Просто жертва, в общем, такое понятие достаточно жестокое. Не хотелось бы ничем жертвовать. по традиции в нашей программе мне бы очень хотелось, чтобы закончила передачу «Подмосковные вечера» наши гости. А вопрос к ней будет такой, самый обычный, простой и человеческий. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям и вашим зрителям, которые приходят к вам на концерты, которые нас сейчас смотрят? В первую очередь мне бы хотелось пожелать здоровья каждому, всем это никогда не помешает и всегда всем нужно, даже если оно у вас есть, чтобы оно просто было в сохранности, в целости. Понимание ваших детей. Я вам желаю, чтобы вы с своими детьми были как старший брат или старший друг. Здоровья вашим родителям. Еще мне такое пожелание хочется, я и себе всегда желаю, чтобы так было. Поставленная цель, вот чтобы эта цель была, поставить ее и даже, наверное, сам кайф не в достижении конкретно цели вот в этом моменте, а в пути к достижению. Вот чтобы этот путь, он был интересным, веселым, ни в коем случае не скучным, чтобы на пути у вас появлялись много друзей интересных на всю жизнь. Ну и вообще, наверное, исполнение все-таки желаний и ждать. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова